31 выпуск и сегодня у нас впервые по вашим многочисленным просьбам гостях Борис Марцинкевич Борис доброе утро доброе утро просьбы перешли в ультиматум постепенно это да мы просто каждый день практически получали требования то ли это какие-то ваши специально так сказать нанятые люди но я шучу скорее всего просто только не узнаешь который да ну что мы сегодня открываем наверное тему я надеюсь что это будет не последний раз мы открываем тему разговоров про энергетики про энергетику и начнем мы наверное с общих вопросов чтобы просто понять чем занимается можно я быстро да давай начинаем остроумный вопрос встречаешь симпатичную девушку особенно вот этот последнее время стал сниматься во всяких кино эпизодах и вчера у нас была вечеринка с актрисами и каждая вторая говорит ой у этого режиссера вы знаете потрясающая энергетика у него и я думаю вот это точно про Бориса Марцинкевича они говорят все вот когда они говорят такая энергетика вот у него было положительно расскажите нам про вашу вашу энергетику ой раз мы это слово вспомнили а раз вам удалось его выговорить на нашу жизнь на нашу цивилизацию можно смотреть по-разному я смотрю со своей колокольни всей истории развития цивилизации вот если отбросить всевозможные измы там слова про общественные строя и прочее все что мы видим все что мы видели это освоение энергетики как таковой мы начинали собственной мускульной силы потом переходили к мускульной силы животных к энергии воды ветра и так поэтапно век угля век электричества и так далее вот доросли до нынешнего состояния пик нашего развития на день сегодняшний атомная энергетика все остальное это прилагательная нам нужна была энергия надо было осваивать новые энергетические ресурсы придумывать технологии как их использовать придумывать технологии как перерабатывать то что остается после использования этих ресурсов и так далее ну и мимо там мелькали какие-то там феодализм и капитализм и социализм и коммунизм и еще чего то то есть энергетика это все а все остальное так прилагательно вот проект геоэнергетика наш сайт геоэнергетика инфа наш канал почему гео понятно потому что любая энергетика нас наши планеты связана где вот земля уголь газ нефть мы бы уран мы добываем из земли если мы пользуемся ветром зачем мы пользуемся атмосферой земли если мы используем солнечную энергетику мы используем то что нам позволяет использовать земная атмосфера все извлекается из земли с одной стороны с другой стороны есть еще такое слово как геополитика энергетика мягко бы сказано очень сильно влияет на политику политика влияет на энергетику вот о том как развивались технологии о том как происходит взаимодействие взаимное давление какие-то взаимные иногда даже полезные вещи происходят между энергетика и политика вот обо всем этом собственно говоря я пытаюсь рассказывать такой вопрос о извините от перебил наверное хотелось бы вот в свете того что вы сейчас сказали у меня первая мысль такая у нас всех кто учился в советском союзе так или иначе вопрос энергетики начинается с наверное первой фразы владимир ну одной из первых раз владимирича ленина чтобы про электрификацию всей страны и с этого как бы у нас начинается отсчет в голове имеется ввиду отсчет понимания энергетики и вот всего вот этого а что было до до этого энергетика развивалась так как развивалась почему именно ленин заговорил об энергетике но помните классическую фотографию штаб союза борьбы за освобождение рабочего класса 1893 год если на нее внимательно посмотреть там присутствует юрист ульянов непонятно как туда попавший все люди вокруг него это в основном либо студенты либо вас выпускники инженерных факультетов горного института на санкт-петербургского и даже цедра бабам который там присутствует он не сильно далеко ушел он заканчивал физбат с кем отбывал ссылку в шушенском владимир ильич с глебом максимовичем кражановским руководителем штаба гойл ро руководителем первого госплана и так далее и так далее то есть вращаясь вот в этой среде владимир ильич вынужден был очень много чего знать на самом деле энергетика конечно и в российской империи развивалась но на что-то системное это к сожалению похоже не было было очень велико влияние всевозможных иностранных компаний которые в основном ты занимались этим сименс наша самая верная компания братья работали здесь и если бы не ухвачено ими контракт на телефонизацию российских железных дорог этой компании бы не было они там были на грани банкротства после того как национализировали все что у них здесь находилась на территории российской империи сименс было одной из первых компаний которая начала сотрудничество с 1 фср тогда еще даже не советским союзом то есть они какие-то видимо патриотические чувства остались очень много здесь работала небезызвестные вестинга уже братья опять же у нас почему-то все братское братья нобели все знают о том что есть нобелевская премия это конечно хорошо но нобелевских премий было две и братья нобели в отличие от младшенького двое жили в городе баку и премии выдавали за вклад в развитие нефтедобычи нефтепереработки нефтетранспортировки и так далее это именные в стипендии премии и так далее кто у нас там еще из братьев бы то есть разве развитие было но она не была системным и один из одна из причин того что так удалось планом гайло разработать это на самом деле то что кражановский 1912 года перестал быть революционером он работал по профессии энергетиком он очень не знаю что я не специалист он достаточно хорошо был известен в этих кругах многих знал и когда он восемнадцатом году сообщил энергетикам что ребята все что вы делали в стол все на что не обращала царское правительство вот эти новые пришедшие готовые взять и сделать привело к тому что ни один крупный энергетик инженер энергетика из россии просто не уехал причем советская власть не могла их там примировать жемчугами и бриллиантами как-то с особняками на рублевке тогда тоже было плохо ради что дрова без очереди выдать и селедку пожирнее тем не менее они остались потому что людям было в кайф они десятки лет работали что-то чертили никого это не интересовало проект волхов строя допустим первый вариант был еще в 1904 году сделан никому не надо не прогресс тоже рассчитывали достаточно давно и когда вот пришла вот эта поросль революционная она же не одного сорта было кто-то норовел шашкой махать как лев да выдача кто-то думал о том что в россию во что-то надо превратить штаб гайло вошли академики вошли известнейшие инженеры они работали то есть вот этот кайф для творческого человека то что много-много лет планировал взять и сделать в железе в бетоне вот отсюда был этот рывок как-то так задел был но не систематизированная когда удалось свести все это воедино вот тогда рывок получился и да что касается первых пятилеток я просто нам напомню вот те люди которые отработали гайло разработали плану воплотили именно они вошли в первый госплан то есть это люди уже и со знанием и с практикой поэтому удались первые всередки вы упомянули царское правительство которое не хотела заниматься вину в стол вернее приходилось работать ученым инженером а почему царское правительство этим не занимался есть какие-то объективные причины для этого ну давайте вот в качестве примера возьмем такой полуостров как чукотка красивый такой там плотность населения 700 человек на квадратный километр на одного человека 14 квадратных километров вот как его сейчас осваивать понятно что будут частные инициативы частные инициативы будут требовать прежде всего энергии потому что по-другому там где 270 дней в году отопительный сезон не получается есть у нашего правительства возможность сейчас прокладывать на чукотке дороги там на 174 тысяч квадратных километров грунтовых дорог около 400 километров все все остальное земли чтобы это осваивать надо прокладывать дороги строить электростанции у нас есть такая возможность но вероятно нет убирая вероятно нет ну вот 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 вы ответили царское правительство дело хорошее уровень развития россии на тот момент был тот какой был если вспоминать допустим первую районную тепловую электростанцию на местных ресурсах на торфе она была построена в 70 километрах от москвы в ногинском районе и кражановский который там был коммерческим директором отвечал за прокладку линии электропередач до москвы и в его воспоминаниях вот как он не заработал цирос печени он удивлялся потому что с каждым помещиком с каждым владельцем клочка земли надо было договариваться что здесь будет стоять какая-то странная штука столб называется там провода будут ну продай мне эти 20 квадратных метров но собственно говоря у нас и сейчас вот ну вернее так теперь масштабирует на всю россию то есть если бы царская проекция захотела заниматься как систематической энергетикой но частная собственность на землю как построить непрогресс с учетом площади водохранилища и так далее все вот типичное влияние энергетики на политику политики на энергетику пока влияла политика энергетика не шла как энергетики дали возможность развиваться развивалась страна голором первое аптеки 2 3 и вот то что говорят историки по поводу прорыва связанного с проект с планом буэлро это действительно так да то есть это повлияло существенно на все то что было позже насколько я понял из того что вы сейчас ну а как по-другому вот центры промышленности на которых мы прошли великую отечественную войну это урал если бы там не была готова энергетическая база вот все эти рассказы о том что эвакуировали завод выбрасывали станки в снег и они начинали жужжать но это разговор же для идиот то есть если ты выгружаешь станок и у тебя нет возможности кабель подсоединить то ты будешь снегу по пояс вместе с этим станком очевидно что туда куда их перевозили там электростанции уже были готовы если бы не было вот этого системного именно подхода попытки электрифицировать всю территорию советского союза мы бы великую отечественную войну точно не выиграли тут выяснилось что можем можем перебазировать все на урал и эти заводы будут работать они не работали в связи с тем что полцеха сидела на велосипедах и крутила динамо машину вовсе нет и выяснилось что да нас отрезали от бакинской нефти но тут же удалось найти нефть потому что все рассказы о том что сталин терпеть не мог никого кто имел свое мнение вот был иван губкин который в двадцатые тридцатые годы несколько скважин сделал где-то между уралом и волгой и сказал что там нефть будет он ему поверил снабжались деньгами шли экспедиции бурили что-то выяснилось что ученому можно верить и когда иван губкин в одной из своих последних работ уже в тридцатые годы сказал что он рассматривает западно-сибирскую равнину как бесконечный источник нефти и газа ну мы проверили это через 20 или 30 лет и весьма успешно то есть и тут мы обязаны так сказать кровавому тирану даже сегодняшней экономикой россии кстати выдавали оценки год назад я по-моему смотрел ваше видео по оценкам сегодняшней экономики россии роли собственно энергетики в ней и топ топлива в общем топливного комплекса а насколько вот верны утверждение сегодняшнего сегодняшний утверждение что мы там вот сильно сократили зависимости или не сократили насколько сегодня наша экономика зависит от нефтегазодобычи но или может сопутствующих отраслей ну если судить по доходной части госбюджета то это порядка 40 процентов было святые 90 я бы очень хотел чтобы произносит эту фразу серьезно просто сдох тут же тогда доходило до 80 вот как как бы ничего не было но нефти и газ мы умели качать качали по тем трубам которые проложили вот в годы кровавого коммунизма или как-то мы принято называть год за годом все это снижается достаточно хорошо идет развитие тех отраслей которых мы раньше как был 20 лет мы не замечали судостроение она и сейчас идет как на дрожжах потому что мы привыкли ругать правительство я тоже люблю ругать но кто-то умный там время от времени что-то придумывают достаточно было вот одного положения квоты на вылов рыбы мы даем только компаниям которые построили корабли в россии все можно считать десятки процентов как растет судостроение что происходит в агропромышленном секторе вы тоже видите с учетом того что недавно заглядывал во всяческие биржевые сутки фьючерсы на основные продукты питания за год выросли на сумму процентов на 40 на 50 поэтому тот кто придумал так называемые санкции в евросоюзе и тут кто изобрел контр санкции как выяснилось он оказался крайне прав с четырнадцатого года мы агропромышленный комплекс развиваем черти с какой скоростью и в принципе денег сейчас зарабатываем почти столько же на нефть если бы это было в руках государства то это было бы еще заметнее там частный сектор с этим тоже сложно в отличие от нефти и газа где опять же начиная с 2000 года если доля роснефти в объеме добычи на территории россии в двухтысячном году составляла что-то около семи процентов сейчас около 40 почувствовать разницу с учетом того что у нас через газпром нефть а за счет того за счет того это происходит от семи до сорока процентов убраны все остальные методом поглощения или каким-то другим почему михал борисович например но выяснил что он очень любит шить варежки юку самон управлять не любит юкос стал государственным в отличие от него быстрее соображающий старым бывший соратник березовского понял что он испытывает огромное желание поруководить чукоткой и вспоминали о себе нефти ему совсем не нужно ну и так далее то есть пришли люди которые объяснили чьи шишки в лесу в связи с этим у меня возникает вопрос который ну чуть ли не раз в неделю сейчас читаю в либеральной прессе который не очень люблю читать но вынужден в связи с профессиональной деятельностью до роснефть делает как они пишут убогие никому не нужны и за государственный счет убыточные страшные отвратительные проекты в венесуэле в африканских странах там и прочих 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 которые просто тратят государственный бюджет который можно потратить на пенсионеров гораздо выгоднее и успешнее чем тратить его на всякие разные другие страны конечно для простого российского человека который глубоко не погружен в эту тему в том числе и для меня да такие утверждения когда они еще там условно какими-то цифрами подтверждены а цифры вы же понимаете можно как как в том анекдоте про бухгалтера вам купить или продать соответственно можно сделать абсолютно любые вот хочется услышать экспертное мнение ваше по поводу того что роснефть делает в этих странах и почему вкладывается в эти проекты государственное наше российское предприятие ну и вкладывается ли а может быть зарабатывать на этом я не знаю ну давайте вспомним что такое государственное предприятие государство его как бы контролирует но в его деятельность коммерческую не вмешивается государство получает дивиденды по результатам деятельности на том чтобы вкладывались государственные деньги в проекты роснефти если мне кто-нибудь из господ либералов покажет расскажет как вы делаете мы берем транш из государственного бюджета и забабахиваем его в венесуэлу неправда роснефть умеет зарабатывать деньги куда-то и вкладывает результаты мы видим на самом деле вот все эти стоны о том что дивиденды у роснефти маленькие у газпрома маленькие но у нас есть вот некая налоговая система в россии как ни странно с той поры как господин товарищ сердюков ее выстроил мы любим вспоминать что сердюков это министр обороны но забываем где он работал перед этим перед этим он был начальником налоговой службы и работал до того момента пока михаил борисович не отправился шить варежки то есть у него было предыдущее место работы вот этот налоговая система выстроена так что добывающие компании начинают платить сразу с того момента как нефть покидает скважину уже пора платить налог на добычу полезных ископаемых сейчас в голове на скидку по итогам девятнадцатого года газпром в качестве дивидендов государству перечислил около 270 миллиардов долларов ну как бы более чем серьезная сумма в качестве налогов бюджета разных уровней от того же газпрома получили 2,7 триллиона рублей так что конечно можно внимательно наблюдать какие же убытки или наоборот доходы получила роснефть или газпром но ребята госбюджет пополняется за счет налогов как компания они могут быть удачливыми неудачливыми у них там как-то хорошо идут дела на биржах плохо идут дела на биржах но деньги они платят что касается зарубежных проектов что происходит в венесуэле но нам когда-нибудь расскажут там появилась новая хорошая компания которая что-то делает а поскольку она делает в условиях односторонних дискриминационных мер которые господа либералы любят называть санкциями санкциями накладывается все-таки совет безопасность если мне память не изменяет все остальное это односторонние дискриминационные меры а тем не менее венесуэльская нефть добывается где-то она продается как продается когда-нибудь прочитаем что касается прочих зарубежных проектов ну например достаточно известная история на шельфе египта открыто гигантское месторождение газа там почти триллион кубометров называется она зохр компания оператор который его разрабатывает итальянской и не и не доля роснефти 30 процентов но это кстати о многом говорит сразу да да тут сразу у меня возникает следующий вопрос вы говорите у меня цепочка прям складывается в голове учился в школе там 10 класс мы на уроках географии или там 9 класс потому что география в девятом заканчивалась нам говорили что невозобновляемые источники энергии подходят концу нефть газ там все вот это ну там 10 лет нефть 15 лет газ и все и на земле ничего не останется и каким-то чудесным образом совершенно потом в 90 выкачивают какое-то вообще немеренное количество ничего не заканчивается начинаются двухтысячные и у нас начинается ренессанс у нас начинаются новые месторождения у нас начинается новая разработка вот теперь у нас арктика которая вообще для всех теперь просто пишешь арктика и у людей начинают руки дрожать там колени а арктика проекты проекты новые проекты вкладываются огромные деньги и такой а и вот вы сейчас говорите вот в египте еще открыли новое месторождение там такая на какой-то огромную кучу всего это так наука скакнула или это прогнозисты и аналитики тогда так просто выгодно кому-то было или что с чем связано аналитики отталкивались от той информации которую давали геологи и геофизики геофизики работали на тех технологиях которые на тот момент имелись все как бы логично что касается когда у нас закончится нефть ну сказать сложно вот первое в мире промышленная скважина это бакинские нефтепромыслы это месторождение биби и лад тот шкай лад если кто забыл это 1847 по моему год где-то там саккар стоит у компании of азербайджан репаблик продолжает вкручивать новые скважины в месторождении биби и лад и выкачивает нефть причем этому месторождению смерть предсказывали сотни раз но выяснялось что можно бурить немножко по-новому можно немножечко вот здесь поработать с повышением давления в пластей тогда нефть все равно пойдет и когда время от времени вот по моему министр природы у нас недавно заявил что нефти в россии осталось на 59 лет ни одной ссылки на основании чего он это говорит то есть ну допустим вот группа экспертов такая то и вот я его уже начинаю понимать но допустим она так называемой баженовской свите работает консорциум технический центр баженов сейчас по-моему как по-новому называют там штук 20 научных институтов включая росатомовские залежи баженовской свиты это так скажем сланцевая нефть но принципиально отличающийся от сланцевой нефти с северной америки другие совершенно пласты по-другому надо разрабатывать даже международное энергетическое агентство которое никогда симпатии к россии не испытывала оценивает это месторождение как в 20 миллиардов то в прошлом году стоимость добычи была доведена себестоимость добычи была доведена до 30 американских центов за баррель добыта 100 тысяч тонн то есть не сказать что это вот с потолка взято когда газпром нефть отсчитывалось о том что там идет цель до конца этого года довести себестоимость добычи барреля до 10 центов а с учетом того какая компания там собралась видимо они это сделают а баженовская свита это западная сибирь то есть там где вся инфраструктура уже есть где проложены дороги где есть нефтепроводы вложение надо только в то что бурить 20 миллиардов тонн вот учитывал это господин министр когда он говорил про 59 лет не могу сказать а у нас таких свит так называемых это порода где нефть есть но традиционным способом не отдать вот нет трещинок чтобы нефть бежала к месту скважины эти трещинки надо искусственно создавать что касается баженовская свита она намного плотнее чем в северной америке другие методы нужны чтобы эти трещины создать и зафиксировать дать нефти выйти у нас есть тюменская свита у нас есть ачморские залежи газа вещи над которыми работают прямо сейчас и когда выходит какие-то представители нашей власти называют какие-то цифры когда говорил заместителю роснедру он был крайне корректен он когда называл цифры он говорил что это на тот уровень развития технологий который есть сейчас министр природы этого не говорит он знает про 59 лет он их назвал я в школе учился мне тоже про 40 лет нефти говорили учился это постоянная история нас постоянно пугают что вот 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 и все закончится одно все не заканчивается и вот опять же тогда в связи с этим вопрос про технологии санкции которые мы уже сегодня обсуждали они касаются в том числе технологий по добыче нефти и газа и опять же читая либеральную прессу мы понимаем что все настолько плохо что новые месторождения они невозно их невозможно нашими мозгами условно говоря разработать потому что если нам вдруг сейчас американцы ну или кто-то там еще чудесным образом не продадут отдадут подарят там как-то технологии то нефть то в общем то она будет может быть и даже будет разведана но достать мы ее оттуда не сможем и тем более не сможем обработать и транспортировать так ли это и как вообще обстоят дела с нашими собственными технологиями насколько мы отстаем либо не отстаем от нефтедобывающих стран мира там арабов американцев до речи на видео все-таки о нефтедобывающего оборудования ты имеешь естественно оборудование но и технологии насколько я понял сказал вот как как там эти трещинки не трещинки в этом ничего не понимаю говорю честно поэтому могу выглядеть несколько глупо вот но тем не менее но чаще сейчас это правда как говорила мне моя бабушка значит неправильно ведет не стыдно не не знать стыдно не хотеть знать главное качество человека любопытство если любопытство есть это человек если его нет это уже все можно ставить кресло запивать за упокойно на самом деле вот этот вой о том что у нас что-то заканчивается есть отчетность компании у нас процентов 90 нефтяных компаний идет с коэффициентом восстановления 1,1-1,2 то есть находят больше чем выкачивают если вспоминать прошлый год то на западноиркинском участке это рядом с паях было сделано небольшое открытие 500 миллионов тонн нефти так легко что касается вот традиционные вещи то есть там ничего такого выдающего что касается того что понимали под дискриминационными мирами наши наиболее вероятные противники а нет наши нетрадиционные партнеры нет они ты примите пройти и противники всё уже противные а они уже официально против Lyn9 на а теперь перешли в разряд противников. Теперь они халявщики, не партнеры. Халявщики они всегда. На самом деле писал достаточно давно. В 1917 году была принята новая доктрина на национальной безопасности Соединенных Штатов Америки, где черным по белому написано, что стратегическими противниками США являются Россия, Китай, Иран и примкнувшая к ним КНДР. Ну или трое лодки, не считая собаки. Поэтому все разговоры о том, что мы можем выстроить партнерские отношения с Соединенными Штатами, простите, там написано. А когда пишется документ такого уровня, дальше идут заведения под названием Пентагон. Для них это приказ, и они выстраивают свою работу, как оборонительную, так и наступательную, исходя из этой доктрины. То есть, вот все рассказы о том, что мы сможем настолько мило улыбаться, что американцы нас полюбят, это в пользу бедных. Это доктрина национальной безопасности. Этот документ пока не редактировался. Тут видите такое мнение, что это государственная политика, а вот частные компании, там, ну, в той же, там, конечно, Лемберже, они все равно успешно работают и вот совместно трудятся. И несмотря на вот эту вот позицию администрации. Давайте вот прошлый год вспомним. Действительно, вот эти, так называемые, санкции, они ударили, прежде всего, по геологоразведке, прежде всего, по шельфованию. Тем не менее, по заказу Роснефти на северном машинно-строительном предприятии, где-то там, видимо, во время обеденных перерывов между постройкой атомных подводных лудок, скрутили буровую платформу. И Роснефть, вот у нас самая освоенная в Арктике, это Карское море. Оно не очень сильно замерзает, оно практически круглогодично эксплуатируется. Роснефть отправилась туда на своих лицензионных участках искать нефть. Ну, что важно искать Роснефть? Три лицензионных участка. На трех лицензионных участках три разведывательных скважины, три месторождения. В общей сложности 1,3 триллиона кубометров газа, а нефть пока не нашли. Я не знаю, как себя чувствует Роснефть, они искали нефть. Три удара, только газ. Зато очень много. На самом деле, вот сейчас заканчивается, где-то через месяц, наверное, закончится зима в Арктике, и, соответственно, начинается новый сезон. Очевидно, что эта буровая платформа будет продолжать искать нефть. Понятно, что это не быстро, но на самом деле особой спешки-то нет, потому что барабель сейчас стоит столько, сколько стоит. То есть, мы хорошо что-то найдем, дальше надо будет отрабатывать технологии, как это добывать, как это доставлять, как это перерабатывать и так далее, и так далее. Спешки такой нет. А месторождение на суше, ну, продолжаем открывать одно за другим. Другое дело, что вот пиар-службы наших нефтяников, они бы чаще рассказывали про то, что открывают, чаще бы попадали на наши большие федеральные СМИ, в телевизоры и так далее. Потому что за многим приходится лезть в отраслевые сайты, где-то что-то выискивать, они там между собой такие вот. Ты знаешь, и я знаю, а остальные свободны. Спешки вот так. Пользуясь случаем, я тогда, давайте, это самое, у нас сейчас 11.30, время почитать комментарии наших зрителей, там много очень к вам вопросов. Я прошу тогда, может быть, в режиме таком более-менее оперативно на них поотвечать, но хочу призвать всех, во-первых, кому интересно подписываться на YouTube-канал Бориса Марцинкевича и его коллег «Геоэнергетика.Инфо» и сайт замечательный совершенно «Геоэнергетика.Ру», да, правильно он? «Инфо, все инфо. Ру». «Геоэнергетика.Инфо». У нас подписи есть. Да, подписи есть. Там, как пишет один из наших зрителей, действительно, ответы есть на огромное количество вопросов. Вот, но давайте, у нас просто, боюсь, для вас, мы, значит, платные вопросы принимаем, деньги отправляем на благотворительность, помогаем бездомным в России. Сейчас вот люди еще сдают деньги тоже на помощь жертвам вчерашней трагедии. Вот, ну и, честно говоря, управляем на зарплату нашим сотрудникам, которые вот чудесно занимаются работой по организации наших эфиров. Давайте я по порядку быстро сейчас прочитаю все, что нам написали наши зрители. Александр Демьянчик, Демьянчик первым поприветствовал нас еще до начала, Бориса поприветствовал, отправил тысячу рублей, спасибо большое. Леонид Медведев на благотворительность, тысячу рублей, спасибо большое. Вадим Цыванюк, 333 рубля. Здесь, скорее, не вопрос, а комментарий. «Здравствуйте, Борис Леонидович, вам большое уважение за просветительскую деятельность. Инженеров мало, одни манагеры, экономисты, юристы и прочие айтишники пиу-пиу». Ну вот, глаз, так сказать, наверное, я уж не знаю, насколько вы с этим согласны. А хватает инженеров в стране? Нет, очевидным образом. Но при этом в горный институт в Ленинграде не поступить, потому что очередь такая стоит, там что-то 56 человек на место в прошлом году было, на самые отсталые факультеты, которые нафиг никому не сдались. Ну, как они говорят, условно говоря. Надежда есть. Молодежь понимает, где перспектива. А вот перспектива быть зубным врачом-менеджером, она как-то менее заметно становится. Надежда есть. И Надежда Николаева отправляет нам 500 рублей просто так. Спасибо, Надежда. Вами и живем. Николай Евстафьев, 300 рублей. Большое спасибо. Алексей Симаков, 431 рубль. Это, наверное, у нас 431 выпуск. Да, так точно. Правильно. Представьте, Борис, 431 выпуск, это значит 431 день подряд мы это делаем. Подряд. Я за выходных и праздник. Алексей Симаков. Вот нам, мы прям практически как геолого-разведчики. Энергетика в Арктике. Это вопрос. Тезисно. В том числе в контексте развития инфраструктуры Севморпути. Есть важные моменты? Критические, может быть? Из важных моментов, то, что перед праздниками прошла информация со стороны РБК, там с опорой на множество источников, правительство приняло решение, что на Чукотке появятся еще 4 плавучих атомных теплоэлектростанции, что мало никому не казалось. Проект Росатома, в конце концов, в долгой подковерной борьбе победил Новотекс с предложением сделать плавучую электростанцию на СПГ. Просто уровень локализации производства оборудования для электростанции на СПГ составляет порядка 20%. Локализация плавучих атомных теплоэлектростанций 95%. 5% там, видимо, обивку для кресла в диспетчерском пункте привезут откуда-нибудь из Венесуэлы. Не иначе как. Это такое серьезное. Из животных, которых вы назвали. А, то есть там сначала пройдет выставка собак с дегустацией. А потом обивка для плавучих. А почему вы сказали, чтобы мало никому не показалось? Какая-то вот ирония была в этом. Потому что на день сегодняшний в мире есть ровно одна плавучая атомная теплоэлектростанция Академика Ломоносова. Сейчас принимается решение о том, что будет строиться еще четыре. И для того, чтобы обеспечить бесперебойную работу во время перегрузки топлива, будет строиться еще и пятая. Сейчас во всем мире одна из самых модных тем – это проекты атомных электростанций малой мощности, АСММ. Их множество. Они на бумаге, они все прекрасные. Кто-то из них лицензировался, кто-то еще что-то. И только в этой стране, которую… Ну, так же у нас обычно в России называют господа либералы. Эта страна. Эта страна в прошлом году в ПИВЕК поставила на рейд Академик Ломоносов. Его мощность 70 мегаватт электрическая. Вот она, атомная электростанция, малая мощность. Только в отличие от всей прочей публики, не нарисованная в 3D или там фломастерами. Вот она, железная. Можете прийти там за трубу подергать. Сейчас вот этот новый проект, это уже на реакторах нового поколения. И, во-первых, это новый виток развития Чукотки как таковой. ПИВЕК, который рядышком… Эта Чаунская губа, так называемая, восточно-сибирского моря, она будет оживать. Это значит, что будет возможность обеспечивать, что главное, на любом морском пути, в случае каких-то чрезвычайных обстоятельств, аварийные, аварийно-спасательные, аварийно-пожарные службы должны иметь возможность сработать. Чем больше у нас будет опорных пунктов на Севмор пути, тем больше надежды на то, что он рано или поздно превратится в серьезную транзитную артерию какую-то новую. Для Росатома появление сразу такого количества новых энергоблоков – это, разумеется, экспортная направленность. Потому что государство, где есть большое количество удаленных территорий, или, допустим, какой-то добычной проект, добываем там какие-то полезные ископаемые, 20 лет надо, потом не надо. Строить стационарную электростанцию, уж потом ее бульдозером раскатывать или оставлять, как памятник архитектуры. Или позвонить в город Москву, обо всем договориться, что подойдет корабль, 20 лет поработает и уйдет. Почувствуйте разницу. То есть спрос здесь есть. Так что вот это достаточно большой шаг. Может быть, Новотек задумается о том, что его предложение может быть ни разу. Может быть, не обязательно такой большой мощности. Мы умеем делать газовые турбины сами, не такой большой мощности, как Сименс. Но зато, просто напомню, что в советские времена опорных пунктов на Севоморпути было 72 штуки. Сейчас осталось 10. Для того, чтобы они оживали, они перестали использоваться. Просто, ну, допустим, заброшено, потому что у нас были святые 90-е годы. Допустим, порт Зеленый мыс возле поселка Чарский, это граница Чукотки и Якутии, он использовался для того, чтобы северный завоз, это понятно, и лесопродукция шла по Севоморпути. В результате того, что у нас исчезли лесокомбинаты, порт заглох. Завозить можно все и через Тикси, не обязательно использовать Зеленый мыс. Вот он был, вот он рассосался. И так далее. Порт Индигирка, порт Найанмар, если мы ничего не делаем для того, чтобы пользоваться, порт же не может возникнуть сам по себе, в нем должен идти грузооборот. Если нет грузов, то порт исчезает, рассасывается. Таких мест много. Мы их в советские времена осваивали на том уровне развития технологий, какие были. Дизельные электростанции, как-то что-то еще. Если смотреть, допустим, на такой регион, как Якутия, я не освеживал знания, на конец 2019 года там работала 21 солнечная электростанция. Нормально звучит? Командует парадом там Росгидро, и у них расчет очень простой. Любой киловатт-час, который мы украли у Солнца, это минус бочка с дизелем, которую не надо северным завозом сюда затаскивать. И они считают, что все это окупается. Понятно, что на зиму там задвигаем шторками и забываем, но человек в чуме возле розетки 220 ничего не замечает, потому что тут включается дизельная электростанция. Тем не менее, в Якутии проходили международные семинары по солнечной энергетике. Росгидро рассказывала, как сделать солнечную энергетику окупаемой, потому что такое северный завоз, как завести дизельное топливо в Якутию. По севморпути добрались до Тикси, выгрузили. Ледоколов по реке нет. Значит, ждем, пока Лена оттает, растаскиваем быстренько вдоль реки. Вдоль реки там не так много. Хорошо, в какое-то место сгрузили, там, где втекают малые реки. Вот они оттаяли, развезли по ним. Уже хорошо. А дальше дорог нет. А есть населенные пункты, которые возле рек не находятся. Они где-то подальше. Дорог нет. Значит, надо дождаться, когда наступит зима, полярная ночь, проложить зимник и привезти дизельное топливо. Сколько оно там стоит? Вот. А если все это отбросить и вместо этого поставить солнечную панель, вот на 100 бочек меньше привезли, из расходов вычеркиваем. Ну, вычеркиваем не 42 рубля, как у нас на заправке, а вот с учетом всего того, что было там, 142, 242, окупается. Сейчас есть проект с осколкового Росгидро о том, что вот эти солнечно-дизельные электростанции, ветродизельные электростанции будут комплектоваться еще новыми аккумуляторными батареями. То есть, на тот момент, пока, допустим, удачный ветер, мы заряжаем батарею, позволяет, опять же, экономить на северном заводе. Намечено сразу 16 штук, удастся ли реализовать. Будем смотреть, мне интересно. Я смотрю. Там интересно же, что аккумулятор, я столкнулся тут с этим, когда строился у себя и не было доступа к электричеству, вот так вот, на всякий случай, в 86 километрах от Петербурга, 7 лет назад не было доступа к электричеству. Ну, такое бывает. Вот. И, соответственно, задумывался как раз об аккумуляторных батареях, там вот обо всем об этом. Ну, это, конечно, удовольствие циклическое. То есть, тут невозможно поставить и забыть. Тут ты поставил, и через, ну, как они говорят, 10, а по факту 7 лет, ты должен их поставить снова, эти куда-то деть, и вот так вот по кругу. Поэтому это такие, как бы, циклические капиталовложения, которые постоянно нужно будет обновлять. Тоже такая история. Или что-то поменялось? И при этом нам будут... Ну, технологии движутся, они становятся более емкие, они выдерживают большее количество зарядов, но рассказы о том, что это крайне экологично, может только тот, кто не видел, как добывается литий. А потом возникает вопрос, куда все это добро девать. Надо перерабатывать, надо утилизировать. Это опять деньги, и про экологию там рассказывать уже не приходится. Тот, кто не верит, может посмотреть, допустим, на то, что происходит на биржах с ценами на медь. То, что будет востребовано в связи с тем, что мы намерены строить миллиарды электромобилей. Год назад цена была 5 тысяч долларов, перед праздниками было 10-700 за тонн. С перспективой, что к 23-му году она будет 20 тысяч, а к 30-му 50 тысяч. Давайте бороться за экологию. Но не за наш счет. Хорошо, давайте дальше. Бубнов Владимир или Бубнов, 100 рублей, большое спасибо. Борис, спасибо. Скажите свое мнение. Проект приливной электростанции в Пенжинской губе, это что-то не особо реальное или может взлететь? Для того, чтобы это взлетело, давайте вспомним, что такое Пенжинская губа. Это действительно кусочек моря, который можно переградить плотины и организовать приливную электростанцию. Идея там достаточно простая. Идет прилив, вода движется в одну сторону, турбины крутятся, вырабатывают электроэнергию. Пошел отлив, через те же турбины вода двинулась еще раз. Мы выпускаем гигантуйское количество. Почему речь идет о Пенжинской? Потому что ее действительно можно перекрывать в нескольких местах. Была там северная дамба, южная дамба. Стоит это совершенно сумасшедших денег. Но приливная волна там достигает 13 метров. То есть там огромный напор воды. И если говорить про экологию, то вот здесь точно ничего не перекрывается, водохранилища не возникает, вот крутится и крутится. Я не помню последние оценки, но в любом случае там речь идет о десятках миллиардов долларов. При этом плотность населения на Камчатке, вы все себе представляете, куда девать эту электроэнергию, кроме как отапливать берлоги, и там, не знаю, новогодние гирлянды, а Ленин на рога навешивать, непонятно. Ну, поэтому в советские времена это никуда не двинулось. Проект есть, но что с ним делать, непонятно. Передавать куда-то при помощи линейной электропередачи потери будут такие, что все это тоже не сыграют. Но в 17-м году Япония опубликовала свою стратегию развития водородной энергетики. И в отличие от многих других, там четко сказано, что мы ориентированы на импорт этого замечательного энергетического ресурса. Вот в том случае, гипотетическом, если договориться с теми, кто реально потребляет водород, это Япония, это Южная Корея, может быть, даже тот же Китай, хотя Китай, наверняка, сам все будет делать. В том случае, если вот где-то как-то здесь поиграть, и за счет этой электроэнергии производить водород, который потом поставлять тем, кому он нужен, может быть, это сыграет. Но пока дальше разговоров дело не идет, государственные уже об этом пока не задумываются, потому что с Японией отношения такие, какие есть. Они по-прежнему косят лиловым глазом на наши курилы, что-то об этом рассказывают кому-то, вместо того, чтобы делом заниматься. И цуканов 100 рублей, это что же получается? Эпоха нефти при нашей жизни точно не закончится? А как же электромобили, водородные ячейки и тому подобное? Простое баловство? Вы в электромобиле на каких сидениях предпочитаете сидеть? Из-за натурального бизона или все-таки на обычном кожзаме, который из нефти делается? Ну и так далее. То есть, на самом деле, нефтепродукты – это одно, а нефтехимия, к которой мы привыкли, и к которой мы уже не замечаем, газовая химия, она же никуда не исчезнет. Мы любим вкусный поезд, для этого нужно удобрение, для того, чтобы были удобрения, нужен природный газ. Так что, вот, говорить о том, что в связи с тем, что все пересядут на электромобили, ну, и, конечно, мы уже знаем, что по миллиону электромобилей в год выпускается, их, правда, бегает полтора миллиарда по земле, но скоро заменят, очевидно, со дня на день. Ну, то есть, как вот фраза, приписываемая Менделееву, что нефть – это не топливо, топить можно ассигнациями, да, и, соответственно, это все правда. Нефть все же будет использоваться, в первую очередь, как, ну, условно говоря, строительный материал для всяких интересных соединений синтетических. Вы знаете, у меня впечатление, вот, когда рассказывают про эти чудеса электромобилей, водородных элементов, это рассказывают специальные люди, у которых какой-то другой глобус. На этом глобусе есть Западная Европа, Северная Америка, а больше ничего нет. Вы расскажите о том, что на водородных элементах нужно ездить по Уганде. Ну, есть вот такой материк Африка называется. Есть Юго-Восточная Азия, где где-нибудь в Бангкоке тоже рассказывать о том, что надо бороться за экологию, поэтому вот твой автомобиль, который 200 баксов стоит, ты их копил тут три года, и сейчас ведром дизельуху заливаешь, этого делать нельзя, подожди, пока тебе поставят сюда электрозарядку. Вот не надо забывать, что планета больше. Да, да. А учитывая, что у нас в государстве чат годовой доход, среднегодовой доход населения 40 долларов в год, то, соответственно, конечно, да. Есть статистика ООН, раз уж мы про электричество говорим, в мире 700 миллионов человек вообще не имеют доступа к электроэнергии, а еще один миллиард имеют доступ с препятствиями. Ребята, какие электромобили, о чем? Я чуть почитаю, у меня тут еще есть один чатик Donation Alerts, тут один вопрос, Дмитрий Саныч, 431 рубль. Термоядерная энергетика – это возможно? Какие перспективы решит ли дешевая энергия проблема бедности и экологии на Земле? Ну, что касается термоядерной энергетики, давайте следить за тем, что происходит вокруг проекта ЭТЭР. Осталось пару лет, он должен быть запущен. Это опытно-демонстрационный проект для того, чтобы суметь самим себя доказать, что для того, чтобы термоядерный реактор работал, электроэнергии надо меньше, чем он будет вырабатывать. То есть мы хотя бы по электроэнергии в плюсы должны выйти. С какой скоростью это будет происходить, сказать сложно. Я не прогнозист, а поскольку опытный экспериментальный образец строят, вот давайте следить за тем, что у них будет получаться. Что касается простых перспектив очевидных, то освоение технологии закрытого ядерного цикла по топливу даст возможность получать электроэнергию на протяжении следующих трех тысяч лет. Вот если за три тысячи лет справиться с термоядерной энергетикой, ну вот запасик есть. Росатом перестал шутить, он считает, что к 30-32 году технологии закрытого ядерного цикла будут готовы, ядерного топливного цикла. Это опять же перестало быть теориями, строятся совершенно железные вещи, на которых будут проявляться все теоретические наработки, так что вот пусть сработает обычная атомная энергетика, даст запас на три тысячи лет и спокойно без спешки будем заниматься другой термоядерной энергетикой. Так, у меня тут еще парочка спасибо за интересного гостя, Ирина пишет, тысячу рублей на благотворительность отправляет, Андрей Федорович 431 рубль и 100 рублей просто так на благотворительность, Роман Баренцев 999 рублей просто так и Виктор Дзенис 5 евро на тоже просто так на благотворительность. У меня тут все. То есть в то время, когда у вас выпуск будет иметь номер пару тысяч, вы станете просто невероятно богатыми людьми? Ну вы знаете, мы уже очень богатые люди, мы поэтому нам, в общем, деньги-то не особо нужны, мы к знаниям стремимся. Мы, да, у нас... Дмитрий Димакс 500 рублей, очень рад видеть Борис Марцинкевич на канале Изоленты, спасибо за гостя. Максим Куликов 100 рублей, нам инженерам, трудящимся во власти энергетики, еще бы зарплату адекватную, а то тут говорят, что для счастья минимум 173 тысячи нужно. Ну, не знаю, надо ли это комментировать, если хотите, пожалуйста. Андрей Мустакимов 1000 рублей, прекрасный гость, почаще его приглашайте, он вам все-таки расскажет про американский СПГ в Европе, замещающий наш трубопроводный. Дмитрий Зебург 100 рублей. Дим Юрьевич делал обзор программы по доставке грузов на северах и в Сибири с помощью дирижаблей. Дирижаблей, но неважно. Мантуров одобрил, но замы его сказали неинтересно. Вот ведь, как всегда, царь хороший, бояре плохие. Я вообще первый раз слышу про дирижабли и Мантурова. Но это мы Пучкова допросим. На самом деле идея есть, идея может быть даже здоровая, надо опять же строить опытные экспериментальные образцы и проверять, что из этого получится. На бумаге все красиво. Просто в свое время, почему прекратились дирижабли? На тот момент их заряжали, так скажем, водородом, при соединении с атмосферным воздухом, простите, горючий взрывучий, что нам продемонстрировал граф Цепелин или как-то так. Ну, кто-то из них горел красиво, не грех жаловаться. Но сейчас есть гелий. С гелием можно делать что угодно, он не взрывается, не горит, он инертный газ. Он не вступает ни в какие реакции. Другое дело, дирижабль дело хорошее, но удастся ли, потому что для того, чтобы он летел в нужном направлении, ему придется маневрировать по высоте, причем достаточно быстро, чтобы поймать правильное направление. То есть, тема интересная в отсутствии дорог на наших северах, конечно, но надо, чтобы кто-то, грубо говоря, выделил грант на то, чтобы сделать несколько образцов, посмотреть, что из этого получится. Грузоподъемность оценить, скорость перемещения, какие ему там причальные мачты потребуются. Тема интересная. Хорошо, но раз упомянули Европу, мы, конечно, как любой россиянин с волнением следим за судьбой нашего всего, северного потока. Вообще, насколько северный поток – наше все? Какое место он в нашей энергетической экспортной системе занимает? Потому что ощущение такое, что без него просто Россия погибнет. Ну, пункт первый. Пункт первый. Тому, кто говорит о том, что это российский проект, я бы применял меры физического воздействия. На 50% он финансируется пятью европейскими компаниями. Пункт первый. Пункт второй. Северный поток-2 – это не вещь в себе. Мы его не строим для того, чтобы на побережье возле Грайсфальда пузыри пускать. Он нужен европейским потребителям. По территории Германии его продолжает сухопутное продолжение. Магистральный газопровод ЕО «ГАУ» стоимостью более 3 млрд евро без учета выкупа земельных участков. Дальше он упирается в границу с Чехией, где его продолжает газопровод «Капа Сити Фу ГАЗ» стоимостью 2 млрд евро, не считая того, что пришлось выкупать земельные участки. Выходя из Чехии, «Капа Сити» встречается с газопроводом «Мегал», который по территории Германии опять же уходит в сторону Франции и Бельгии, и там вынуждены были проложить третью нитку, которая обошлась в 2 млрд евро. И конечный пункт основной части Северного потока – это «Баумгартен Австрия». Соответственно, пришлось построить газопровод «Мегалзюйт». Европейские компании, в отличие от «Газпрома», который вложил свои 5 млрд долларов в Северный поток, вложили 15 млрд. Вы хотите продолжать называть этот проект российским? Но 15,5 – это разные вещи. Это не наше все, это их все. То есть сейчас все призывы к тому, чтобы это прекратить, они вызовут совершенно понятные последствия. Все, что проложено по земле, будет там лежать. Компрессорные станции, которые там стоят, готовые работать в обоих направлениях, как положено, интерконнекторы, так называемые. Вот все это будет просто омертвлено. Что касается того, зачем нужно России. Есть такое слово, как диверсикация. Такое хорошее, полезное слово. Мощность Северного потока – 55 млрд кубометров газа в год. То есть это либо дополнительные клиенты в Европе, которые много рассказывают о своей декарбонизации и прочем, но у которых в 2025 году прекращается добыча на Гронингенском месторождении, нашившее в Голландии. Там сейчас добывается 25 млрд кубов газа в год. Есть за что бороться. Кроме того, постоянно идет крик, что как только будет запущен Северный поток-2, мы прекратим транзит через Украину, с которой у нас подписан договор, мы его нарушим. Странно. Несколько. Если говорить о тех странах, которые крайне дружески, по-партнерски относятся к нам в Европе, первое, что приходит в голову, лично мне, особенно с моей фамилией, это, разумеется, Польша. Правда? Вот кто еще более дружеский настроен? Через территорию Польши проходит Ямал-Европа. Мощность 33 млрд кубометров газа в год. Договоров нет. Польша не захотела подписывать договор, она захотела работать по европейским правилам. Проводится аукционы на транзитную мощность на сутки, на неделю, на месяц. С Украины договор. Так кого отключить? Не прийти на аукцион, за это штраф не нужен. Я просто не пришел. Ты проводишь аукцион? Проводи. У тебя там много желающих, полно-полно поставщиков, кто-нибудь твою трубу будет использовать. А с Украины договора и штрафные санкции, а с Польшей нет. В любом случае, даже если спрос на газ в Евросоюзе, в Европе не будет расти, у «Газпрома» появляется замечательный инструмент. При том количестве дополнительных трубопроводов, которые есть, попытка давления политического, то, что называют санкциями, вот возможности давить становится в разы меньше. Тот, кто недоволен, может жить без российского газа, чувствовать счастье, ловить молекулу свободы, восторгаться ветром, ну и так далее. А вот еще такой вопрос, наверное, сегодня мы уже, наверное, последний завершающий на сегодня будет, сейчас пошел новый виток международных обсуждений угольной энергетики Китая, которую сейчас они восстанавливают отчасти, некоторые реновацию, ну не некоторые, а капитальную реновацию проводят, строят новые, и угольная энергетика у них является доминирующей, главной. Ну, во всяком случае, как пишут европейские и американские источники, потому что по-китайски, во-первых, читать не умеют, во-вторых, они сильно, я так понимаю, не афишируют то, что они делают. Они просто какую-то информацию раскрывают, и все. Все возмущаются, что это грязная энергетика, все возмущаются, что это идет против всех экологических и прочих конференций, договоров и прочее, прочее, прочее. И пытаются образумить Китай. Ну, понятное дело, что тут какая-то стратегическая задача стоит у западных наших, кто они там нам теперь, партнеры, я уже запутался. Нетрадиционные партнеры. Да, нетрадиционные партнеры, вот надо запомнить этот термин. Что на самом деле происходит? Почему угольная, почему в Китае именно, и почему вот все вот таким образом происходит? Если можно, конечно, это объяснить как-то. Потому что самое большое количество угля, добываемого на планете, это Китай. Это уголь, это то, что мы знаем, как доставлять, это то, что не требует огромных затрат на хранение. Простите, сараи построить дело нехитрое, это не подземные хранилищи газа, не так ли? Это дешево и середитно. Другое дело, что те электростанции, которые работают на день сегодняшний, угольные электростанции в Китае, это время промышленного рывка, когда про экологию никто не думал. На самом деле, самое крутое развитие угольной энергетики было в Советском Союзе до той поры, пока не настала эра большого газа. Те электростанции, которые Китай строит сейчас, это настолько новая технология, что нам, к сожалению, придется как-то за это бороться. Грубо говоря, они с одного килограмма угля умеют получать энергию в два раза больше. То есть, вот угольная электростанция у нас тысяча мегаватт, у них тысяча мегаватт, но количество угля они используют в два раза меньше, просто потому, что там технологии ультра-сверхкритических параметров пары, пара, то есть там пара идет такой температуры, которая обычные сплавы металлические просто плавят, у них выдерживают. В прошлом году в Китае было запущено в общей сложности угольных электростанций мощностью 38 гигаватт, чтобы понятно было, о чем речь, в России вся наша энергосистема это 250 гигаватт, вот у них 38 за год, при этом 9 гигаватт старых, дымящих, коптящих, шкварчащих, закрыты, то есть чистая прибыль угольной энергетики 29 гигаватт новых мощностей, но это совершенно другие гигаватты и совершенно по-другому там все это будет использоваться. Вообще у меня вот идея декарбонизации, ребята, вот человечество последние нескольких тысяч лет сжило по одной и той же схеме, вот природный ресурс, который мне очень нравится, я буду его использовать. Стой, смотри, у нас речка грязная стала, ну давай я сейчас посижу на пеньке и придумаю технологию, как сделать так, чтобы речка оставалась чистой. Мы всегда так делали. И сейчас, когда нам говорят, что слишком много пыли, слишком много углекислого газа, мы вместо того, чтобы разрабатывать технологии, слышим призыв отказаться. Но в истории человечества не было такого. Если ресурс полезен, мы будем его использовать, мы будем модернизировать технологии, мы будем учиться строить новые фильтры, новые методы переработки золы, шлака. А вот этот призыв, давайте откажемся. Ну хорошо, вот в Индию, по прикидкам правительства, живет полтора миллиарда человек. Вот за счет чего? Индия обеспечена газом великолепно. На 3% своих месторождений есть. На 3%. 97 надо привезти. Что такое, допустим, тот же газ? Это трубопроводы, это компрессорные станции, это надо где-то искать места для подземных хранилищ. Или вот он уголек, вот сарайка, вот станция. Вот какая-то часть моего населения увидела лампочку и леча. После этого включила интернет, а оттуда электромобили, даешь, но не откажется, не откажется она от этого. И когда говорят вот о таких вещах, вот самый крупный потребитель российского угля в регионе Ближнего Востока и государство Израиль. Нормально? Вы что-нибудь об этом слышали? Нет. Но факт есть факт. Вот последние 12 лет Израиль там занимает первое место. Почему? Потому что они привыкли, что кондиционер должен работать. Ночью должно быть светло, утром включил, не пошел смотреть в окно, как там ветер, как там солнце, а просто нажал выключать. И в кофе сварилось. Они так привыкли. Ну да, и отвыкать никто от этого не планирует. Борис Леонидович, спасибо вам огромное, низкий поклон за такой интересный рассказ. Да, просто на одном дыхании. Вопросов все больше и ждем интересных ответов на эти вопросы. Поэтому я сразу мы с Петром... Я вашим зрителям как-то показался интересным. Да, не то слово. Есть вопросы, я не успел задать даже от них. Куча. Вот у нас даже вот Ильдар Муртазин уже показывает, что он уже готов слушать вас дальше. Ильдар будет рассказывать сейчас. Да, зрители просто завалили чат благодарностями и просьбами приглашать вас и просьбами к вам соглашаться на наши приглашения. Поэтому мы сразу с Петром, я думаю, приглашаем вас заранее. Два-два-два-два, а может быть и не два, а больше. Через полчаса надо нестись в Москву, потому что дальше студия спутника. А, спутник, да, отлично. Ну, при этом передавайте. Ну, еженедельная энергосреда, и от нее деться никуда нельзя. Тогда, Борис Леонидович, будем вас отпускать, не будем вас задерживать. Спасибо огромное. Увидимся у нас в эфире. Спасибо. Копите вопросы, может быть, сделаем. Да, вопросы уже накоплены. Уже накоплены. Да, так и сделаем. Всего доброго. Спасибо. Всего доброго. Спасибо за внимание. Спасибо.